Здравствуйте, уважаемые студенты! Меня зовут Садыкова Динара Оренбайдена. Я старший преподаватель кафедры анатомии гистологии и топографической анатомии имени профессора Хлопова. Тема лекции – анатомия голеностопного сустава. По плану мы сегодня рассмотрим строение голеностопного сустава, связочный аппарат и виды движения, которые возможны в этом суставе. Голеностопный сустав – артикуляция Тауаклуарис. По форме это блоковидный сустав. Он образован суставными поверхностями обеих костей голени и таранной кости. На большеберцовой кости – это нижняя суставная поверхность, которая сочленяется с блоком таранной кости. И суставная поверхность медиальной лодыжки, сочленяющаяся с медиальной лодыжковой поверхностью блока таранной кости. На малоберцовой кости – это суставная поверхность латеральной лодыжки, сочленяющаяся с латеральной лодыжковой поверхностью таранной кости. Соединенные вместе большеберцовые и малоберцовые кости наподобие вилки охватывают блок таранной кости. Суставная капсула имеет форму короткой манжетки, которая на передней поверхности костей голени и на таранной кости прикрепляется на 5-8 мм впереди от суставного хряща, а сзади и с боков – по линии суставного хряща. По бокам сустава капсула прочная и толстая, спереди и сзади тонкая и рыхлая, образует складки. Связки, укрепляющие сустав, располагаются на боковых поверхностях сустава. Это медиальная, либо дельтовидная связка – лигаментум медиале, дельта и деум. Располагаясь на медиальной поверхности сустава, имеет форму расходящейся к низу широкой фиброзной пластинки. Эта толстая и прочная связка начинается на медиальной лодыжке, спускается вниз и прикрепляется своим расширенным концом к ладивидной таранной и пяточной костям. В ней выделяют четыре части. Это большеберцовая ладивидная часть – парс стибио навикулярис, большеберцово-пяточная часть – парс стибио кальканеа, передняя и задняя большеберцовые таранные части – парс стибио талярис антериор и пастериор. На данном рисунке показаны две части – лигаментум коллатераля медиале – это парс стибио талярис антериор и парс стибио навикулярис. Также на данном рисунке с латеральной стороны показана задняя таранно-малоберцовая связка – лигаментум таля фибулярием пастериор, расположена на задней латеральной поверхности сустава. Начинается от латеральной лодыжки, направляется к задней латеральной лодыжке и прикрепляется к заднему отростку таранной кости. На данном рисунке также показана одна из частей – лигаментум коллатералис медиалис – это парс стибио навикулярис. Передняя таранно-малоберцовая связка – лигаментум талия фибулярия антериор, тонкая, короткая, четырехугольной формы. Она проходит горизонтально, прикрепляется к наружной поверхности латеральной лодыжки и к шейке таранной кости. Вторая связка, которая находится латерально – это пяточно-малоберцовая связка – лигаментум кальканеа фибулярия. Начинается от латеральной лодыжки, идет вниз и заканчивается на наружной поверхности пяточной кости. В голеностопном суставе возможно движение вокруг фронтальной оси – это сгибание, подошвенное сгибание и разгибание, тыльное сгибание. Общий объем движения равен 60-70 градусов. При подошвенном сгибании возможно небольшое движение в стороны, так как при этом самый узкий участок блока таранной кости входит в самую широкую часть между лодыжками костей голени. При подошвенном сгибании возможно умеренное приведение и супинация стопы, а при тыльном разгибании – отведение и пронация. Сегодня мы с вами рассмотрели строение голеностопного сустава, виды движения, которые возможны в нем. До свидания, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok